друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить и обсуждать ключевые фундаментальные события которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и не забывайте о том что вам всегда доступен контента нашего телеграм-канала марки ссылку на него также можете найти в описании ну что к повестке экономического календаря сегодня в 9.00 по gmc выйдут данные по роничным продажам еврозона еще один отчет который поможет нам уточнить если кто-то еще сомневается в крайне удручающих и мрачных перспективах экономики валютного блока или даже скажем так не перспективах а вот уже текущей реальности экономики которая постепенно сползает в рецессию и уверен что дальше будет только хуже особенно в свете последних индексов по активности в сфере услуг которые были опубликованы накануне далее в 12.30 по gmt будут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в сша это традиционный еженедельный отчет обычно мы обращаем на него внимание потому что готовимся на основании этих цифр качество статистики по нон фарм пиралс но поскольку на этой неделе уже завтра у нас сам официальный релиз на фарм пиралс я думаю что первичные заявки сегодня мы можем проигнорировать им спокойно ждать уже самый волатильный день этой неделе который придется на завтрашнюю торговую на сессию индекс доллара друзья 110 84 очень хорошо отработали уровни поддержки в данном случае для данного инструмента на отметке 110 пунктов и если еще проанализировать инструмент который сильно коррелируется индексом доллара это пара евро доллар там также пара коснулась пресета и этот уровень выступал сопротивлением от которого инструмента скорректировался эти уровни такие планки психологически я подсвечивал вам особенно для тех кто ранее не открывал позиции упустил шанс чтобы вы не упустили его сейчас и с момента теста этих значений вот который произошел два дня назад мы фактически уже по индексу доллара забрались выше европейская валюта ушла на ниже что касается индекса американской валюты последняя динамика опять же последних торговых сессий явно указывает нам на то что индекс доллара сейчас крайне чувствительным к рыночным настроениям которые меняются касательно вот вопроса повышения процентной ставки после выхода каждого более-менее значимого отчета в начале этой недели мы анализировали с вами индекс sm производственного сектора который разочаровал и показатель просел до минимального значения если мне не изменяет память с мая 2020 года ну да плохие цифры которые тут же заставили трейдеров пересмотреть свои ожидания того будет ли американский регулятор повышать ставку на 75 байсных пунктов на заседание 2 ноября если до выхода этого отчета вероятность того что фрс четвертый раз подряд повысить ставку на 75 байсных пунктов было в районе 70-77 процентов то после выхода этого провального отчета вероятность повышения ставки на указанное количество пунктов снизилась до на 50 процентов и конечно же все стали кто следит именно напрямую за этой темы пытаться порассуждать прикинуть сможет ли при более низких темпах повышения процентной ставки американский регулятор довести ключевую ставку до того нейтрального уровня который был обозначен самим регулятором еще по сути две недели назад на отметке четыре с половиной процента я понимаю что эта тема очень важная то есть если у нас есть уверенность в том что фрс доведет ставку до четырех с половиной процентов у нас нет препятствий для роста индекса доллара когда эти стомнения возникают индекс доллара дает коррекционный откат но сразу хочу успокоить вас друзья это все вот было актуально до тех пор пока не вышли данные которые компенсировали негативный эффект на провального отчета по аэсэм производственного сектора то есть вчера у нас была возможность проанализировать статистику и dp и аэсэм сфере услуг и эти данные уже не разочаровали количество новых рабочих мест в американской экономики в прошлом месяце составило 208 тысяч прогноз был 200 тысяч очень сильно был пересмотрен показатель позапрошлого месяца то есть а тогда были плохие цифры 132 тысячи но эксперты пересчитали и пришли к выводу что на самом деле экономика создала 185 тысяч новых рабочих мест я думаю что если но он фарм пирс не подведут и мы увидим значение выше 300 тысяч что это будет победа для покупателей доллара и индекс американской валюты продолжит развитие восходящей динамики потому что он будет снова опираться на неизбежные после выхода таких цифр ралли доходности американских облигаций а трежер из сейчас десятилетние чуть выше 3 6 процентов держится мы конечно же уже привыкли к тому что они котируются выше 3 и 9 даже 4 процентов и нужно друзья сейчас визуализировать если вы сторонники длинных сделок по индексу доллара чтобы а статистика завтра стала настолько достаточной и убедительные для федрезерва чтобы это все прочувствовали американские облигации начали расти на ожиданиях того что фрс не откажется от идеи повысить ставку на 75 байсных пунктов 2 ноября представитель американского регулятора глава на фрб нью-йорка вильямс и глава фрб ричмонда баркин подтвердили что независимо от текущих данных американский регулятор будет активно повышать ставки это для как бы дополнительного успокоения тех кто держит длинные позиции поэтому длинная позиция приоритет движения вверх по индекс доллара это наша основная цель будем придерживаться этой идеи золото 1721 доллар за тройскую унцию еще раз напоминаю взять что если удастся золото прорваться в район 1750 это прям будет победы уже и там нужно будет фиксироваться всех денег не заработаешь я допускаю что в конечном счете доллар окажется а сильнее сможет притопить позиции золота дальше вот в перспективе следующих недель если текущий профит уже достаточен потому что мы в принципе золото присматривали себя ниже данных значений можете фиксироваться уже сейчас европейская валюта против доллара 0 99 13 вчера была коррекция до отметки 0 98 50 которая стала следствием даже ниже по моему следствием выхода еще одного блока слабых данных по европейской экономике в целом по еврозоне и ключевым регионам слабые данные по сфере услуг нет смысла сейчас проговаривать цифры практически исторические минимумы по всему и следом за слабыми данными по производственному сектору это как раз и подчеркивает общую картину такого предрецессионного состояния для экономики ес и не забывайте про тему которую я не проговариваю каждый раз эта тема энергетического кризиса она никуда не делается просто когда будут новые новости мы лишь вспомним что и сами себе скажем что это было ожидаемо что усиление энергетического кризиса еще больше негативно отразится на динамике экономики ес и курсе национальной валюты фунт против доллара 1 13 61 по прежнему пару не трогаем следим за тем как правительство сейчас как будто бы прислушившись критики и политической элиты и международного валютного фонда начинает постепенно отказываться от всех озвученных ранее инициатив по фискальному стимулированию вот уже и налога не рассматриваться точнее сокращение снижение налога для состоятельных британцев 45 до 40 процентов но этого все равно мало потому что субсидии дотации больше чем на 100 миллиардов фунтов они по-прежнему в силе и многие прогнозируют что это станет причиной крайне прям катастрофической инфляции и а в конечном счете приведет к затяжной рецессии фич сегодня утром следом за s&p понизили рейтинг англии со стабильного на негативный тоже друзья делайте вылата s&p собственно индекса три тысяча восемьсот девяти пунктов по версии аналитиков голма сакс этот год s&p завершит ниже трех тысяч шестьсот пунктов это если американской экономики удастся продемонстрировать мягкую посадку если же посадка будет жесткой и все-таки экономика не справится с таким затяжным циклом повышения процентной ставки то уже в первом полугодии 2023 года s&p просядет до трех тысяч 150 пунктов я по-прежнему рекомендую пока смотреть на уровень 3 600 3 500 доллар иена 144 60 ждем соответственно ниже 144 потому что здесь поджимает и опасность угрозы рецессий точнее интервенции со стороны банка японии и еще вчерашний отчет по инфляции который вышел токио это вроде бы как опережающий индикатор и я склонен полагать что действительно так опережающий индикатор общий национального показателя инфляция выросла с двух шести до двух восьми процентов и может быть сейчас в виде как инфляция постепенно отдаляется от цели банка японии в два процента японский регулятор все же тоже решит отказаться от мягкой экономической политики перейти к ее ужесточению тоже будет фактором поддержки для иены ну и конечно же нефть которую мы вовремя купили в расчете на то что страны опека снизит объем нефтедобычи мы оказались правы сейчас котировки уже 93 50 ждем 100 долларов за баррель потому что страны опек согласовали снижение объема нефтедобычи не на два это решение вступит в силу с ноября и плюс ко всему не решили что собираться каждый месяц это слишком часто можно делать это раз в два месяца я думаю друзья что такая политика стран ближневосточного картеля явно указывает на то что они не дадут дальше падать ценам на нефть поэтому давайте ее подбирать и попробуем на более долгой дистанции заработать это собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока